Всем огромный привет! Ну что, потеряли нас? Мы, конечно, отснимали это время какие-то видео, но на самом деле мы с Максимом пришли к выводу, что снимать видео каждый день это очень тяжело, и мы решили взять небольшой перерыв, чтобы как следует обдумать последовательность видео на нашем канале, чтобы подавать вам интересный контент, и именно поэтому мы решили, что видео со следующей недели будут выпускаться понедельник, среда, пятница, это будут влоги, и по воскресеньям будет уже больше челленджи, какие-то интересные, полезные информации, потому что в голосовании не было такого стопроцентного результата, мнения все равно разошлись. Конечно, мы кое-что отсняли. Субтитры сделал DimaTorzok Вроде настроил правильно. Всем привет, ребят! Я сейчас собираюсь ехать в магазин. Косинка еще спит, время рано. Сейчас около 12 часов. Сейчас буду заводить свой мопед. Поедем. Не могу. Поедем в Tesco Lotus покупать продукты, чтобы Косинка достала, приготовила мне поесть. А то она вчера заливала видео до 5 утра, как она мне говорила. Вот. Попробую снять Tesco Lotus. Оп! Машчина! Здесь таксисты с собаками. Их пёс. Разгружаются. Снимать здесь нельзя, но я поснимаю. Цены на курицу. Где они? 38 бат, 39. Окорока, свинина, фарш. Вон 50 бат. Мы, наверное, возьмем парочку филешек. Косинка будет сегодня что-нибудь вкусненькое готовить. Не знаю, конечно, что. Так, сейчас мы еще возьмем, наверное, картошки. Ой, неудобно, надо было корзину взять. Вот картошка. 25 бат за килограмм, как я понимаю. Лаймы 25 бат. Лук 37. Арбуз 21. Ну, это магазинные цены. Больше здесь ничего такого нету. Помидорки. Яблочки 57-52 бата. Черри 32. Всякая вот такая штука. Вот. И, наверное, надо нам взять риса. А вот какого риса нам взять? Я даже не знаю. Вот цены на рис, кстати. Маленькие пачки. Сколько здесь килограммов? Килограмм? Килограмм не скажу. Неудобно. В руках всякое. Ну, 2 килограмма, да. 2 килограмма. Стоит 73 бата. Это джасминовый рис. Это другой марки джасминовый рис. 82 бата. Сейчас скидочки здесь, как я понял. Нам надо, конечно, вот такой вот рис. Но маленьких пачек нет. Придется брать что-нибудь. Что-нибудь брать какой-нибудь другой. А какой другой, я не знаю. Вот здесь еще рис. Но это тоже самое. Джасмин. Джасмин нам не нужен. Ладно, я отключусь. А то мне неудобно будет брать. Потом врублю заново. В общем, купил я продуктов. Купил продуктов. Поставил их на кассу. Хотел расплатиться. И смотрю, что у меня денег-то нету в... в кармане. В кармане. И я не понял. Я думал, что я их оставил дома. Оказалось, что я когда возвращался домой, деньги валялись возле кондоминиума моей. И повезло, что их никто не взял. Я их сам взял, поехал в магазин и оплатил свои продукты. В повороте домой. Сейчас приедем. Надо 100% покупать петличку, потому что это не вариант. Вот так вот ездишь. Кстати, кофешка, в которой мы иногда кушаем. Здесь очень вкусный том-ям. Вот, все. Мы уже возле кондоминиума. Спускаемся домой. В гараж. В гараж. Вот. Подъехали. Встали. Сейчас продукты возьмем и потопаем домой. Вот, в принципе, вот такой вот. Два пакетика у нас получилось. Больших. Ну, рис, конечно, больше всего весит. Тяжелые такие продуктики получилось. Но, в общем, я заплатил. Не буду брать. Заплатил около 220 бат. Вот. Это счетчики у нас здесь. У нас, кстати, уже очень много натикало. Очень много. И в этом месяце мы, наверное, скорее всего, заплатим за свет и воду. Ну, только за свет. Где-то 3000 бат. Пойду говорить Кристинке, чтобы готовила кушать. И попозже встретимся. Всем огромный привет. Вот и я уже проснулась. Вообще, на самом деле, мы сегодня никуда не ездили, ничего не снимали, потому что каждый день снимать и монтировать, это тоже очень сложно. И поэтому мы сейчас просто хотим спуститься в бассейн, чтобы хоть как-то размять мышцы, кости, потому что сидеть целыми днями это тоже очень приятно дома и ничего не делать. Надеюсь, что вам прошлый выпуск понравился приношу свадьбу. Эту тему я больше не буду трогать до следующего года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А в целом видео, конечно же, будут, так что не переживайте, мы не собираемся прекращать этот канал на Ютубе, мы хотим его сделать более интересным, чтобы вы знали, когда выходят видео, чтобы не было такого, что мы говорим, что будет каждый день, в итоге мы что-то не успеваем. Сейчас мы решили все более пропланировать. Хочу ответить на некоторые вопросы. Первый вопрос был связан с тем, в каком же кондо мы жили до этого. Название не хочу говорить только по одной причине. Это то, что я не хочу подставлять канал Вечное Лето, не хочу выдавать, где они живут. Я думаю, что если бы они хотели, они бы сами об этом рассказали. И я думаю, что это не в моем праве выдавать их адрес. Также хочу рассказать про Максима работу. Был вопрос такой, что кем же он все-таки работает, что мы не развернуто отвечаем. Максим работает в сфере декларирования, как мы уже говорили, декларирования товаров. Эта сфера связана с судооснабжением. Вся его работа заключается в том, что как только подходит судно, ему подают заявку, он должен подать все документы в таможенный орган, таможенный орган должен принять эти документы. Ну и в принципе все. Он занимается экспортом товара, то есть товара из России на вывоз в другие страны. Работает он не постоянно, только тогда, когда есть работа. Работает он уже давно в этой компании и уходить пока не собирается. То есть я уже когда-то говорила в видео, что если вы хотите оставить свою работу, то постарайтесь поговорить с начальником на эту тему. Также были дополнительные вопросы о животных. Я обязательно отсниму день именно с Бадиком. У него в следующем месяце день рождения. Мы проведем этот день с ним. И заодно я как раз делаю уже полностью такой видеообзор, где мы закупаем для него товары, как мы с ним проводим время, что для него лучше, что хуже. Поэтому все это еще будет. По поводу петлички, да, мы поедем на днях в магазин электроники Туком. Поищем там переходник для нашего микрофона, чтобы иметь возможность постоянной звукозаписи. Поэтому не переживайте, мы решим эту проблему в ближайшее время. Ну а впереди нас ждет еще очень-очень много нового. У нас очень много планов. А пока я о них рассказывать не хочу. И вас уже 250, мы уже на 1 четвертых тысячи подписчиков. Так что мы и себя поздравляем, и вас поздравляем. Вам спасибо большое, что вы остаетесь с нами. Для нас это очень важно. Потому что когда-то еще совсем недавно на нашем канале было 38 человек. И у меня вот так все равно тросились руки, как это столько людей меня смотрит. Но вас уже стало 250. И это просто столько эмоций вызывает. И я надеюсь, что вас станет еще больше со временем. Поэтому не теряйте нас. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok